Сфотографировать даже младенцев. Новые правила обязывают родителей и вклеивать фото своих малышей в заграничный паспорт старого образца. Детский садик тут, дышать нечем. Никто внимания не обращает на это. Несколько лет назад там насмерть сбили ребенка, но, похоже, трагедия никого и ничему не научила. Наш дежурный сегодня о дворах жилых домов на улице Анохина. Это вот мои развлечения. Я занимаюсь этим в свободное от депутатства время. Кино для души. В Карелии известная актриса Елена Дропека. Итак, сегодня Верховный суд рассмотрел жалобу Василия Попова и представление Республиканской прокуратуры. Обжаловать обвинительный приговор Попову не удалось. Напомню, скандальный процесс по уголовному делу о вымогательстве и клевете длился почти полгода. В итоге суд признал Попова виновным в вымогательстве. И сегодня Верховный суд Карелии подтвердил обвинительный приговор городского суда. Семь лет лишения свободы условно за вымогательство. Такой приговор городской суд вынес Василию Попову еще 9 февраля. Условный срок и стал основанием для прокуратуры обжаловать приговор. В свою очередь, председатель городского совета тоже попытался обжаловать приговор по эпизоду о вымогательстве у депутата парламента Карелии Андрея Мазуровского на выборах в 2006 году. Сегодня Верховный суд оставил решение городского суда без изменений. То есть он признан виновным в совершении вымогательства денежных средств у Мазуровского. Из семи лет четыре года испытательный срок. То есть в любой момент условное наказание может превратиться в реальное. Приговор вступил в законную силу. И это значит, что за уголовной судимостью последуют и все негативные последствия теперь уже для осужденного Василия Попова. Последствия для осужденного, какие наказания, суд счел необходимо назначить условно. То есть без реального лишения свободы. Ну и возложил на него ряд обязанностей. А что касается его политической карьеры, то судимость она несовместима с должностью депутата представительного органа местного совправления. Поэтому я думаю, в этой части ему придется принять для себя решение. Ну и соответственно освободить должность председателя Петрозаводского городского совета. Теперь Василий Попов должен покинуть пост председателя городского совета и сложить с себя депутатские полномочия. Кроме этого он уже точно не сможет баллотироваться в мэры города. Фото младенцев в загранпаспорте для предотвращения хищения детей. Тема незаконного их вывоза за границ получила свое развитие на законодательном уровне. Теперь в России существенно изменили оформление загранпаспорта старого образца. Родители обязаны вклеить в него фото ребенка, даже если тот только родился. Оксана Мересева расскажет подробнее. Для оформления нового заграничного паспорта достаточно прийти с заполненной анкетой в миграционную службу Карелии. Фото за считанные секунды делают тут же. Услуги за это входят в госпошлину, оплачиваемую в банке. Новый паспорт за 1000 рублей делается для взрослого и отдельно для ребенка. Если хочется получить паспорт по старинке за 400 рублей, то необходимо не только вписывать детей, но и вклеивать их в фото, даже если малышу еще нет и года. Если раньше фотография ребенка в обязательном порядке вклеивалась в паспорт только с 6 лет, до 6 лет, собственно, исходя из возможностей и желания родителей, то теперь внесение фотографии ребенка в паспорт, если в паспорт родителя вносится сведение о детях, обязательно с рождения. Новые правила касаются только тех, кто подает документы после 22 марта. Не стоит бить тревогу, если загранпаспорт выдан ранее. Тем более, что очереди здесь растут изо дня в день. Сейчас около 100 заявок в день поступает на оформление заграничных паспортов. К лету количество желающих обменять или сделать новый документ для выезда за границу, как правило, увеличивается в два раза. На городские темы. Во дворах жилых домов на улице Анохина движение, как на оживленной трассе. Водители, чтобы не стоять на двух светофорах на площади Гагарина, срезают по дворам и экономят тем самым время. Несколько лет назад там насмерть сбили ребенка. Но, похоже, трагедия никого и ничему так не научила. Ситуацией разбирался наш сегодняшний дежурный по городу Ефим Овчинников. Мы в одном из дворов на улице Анохина. Когда-то на этом месте стоял бетонный блок, который не позволял машинам здесь ездить. Скорая и пожарная подъезжали с другой стороны. Сейчас блока нет и по самым скромным подсчетам. В час по этому двору проезжают до 200 машин. Бетонное заграждение простояло во дворе несколько лет. Оно появилось здесь после трагедии, которая потрясла Петрозаводск. На полном ходу машина насмерть сбила трехлетнего ребенка. И вот совсем недавно бетонный блок куда-то пропал. К нашему дому подстроен там дом многоэтажный. Там живут у нас новые русские. Им надо выезжать, понимаете, быстрее, чтобы сразу выехать на Ленина. Не проезжать вот эти все, хотя там у них проезд сделан. Две ночи подряд подъезжал кран ночью. И все вот эти ограждения были снесены. Все ограждения были снесены, вытащены. Но мы же своими силами руками не можем сюда снова это все оградить. Вот еще, пожалуйста. Детский садик тут. Дышать нечем. И кто внимания не обращает на это. Не так давно в этом дворе опять едва не случилась трагедия. Автомобиль сбил пенсионера. Как было? Пенсионер идет, значит, в пускмахерскую. И вот ликовая машина. Ликовая машина сбивает, сзади его бьет, он падает. Он обратился, значит, в тропун. Ну как, кровь текла, на руке здесь локоть побитый, значит, как там пострадал. Чтобы остановить движение машин по этим дворам, нужен целый батальон ГИБДД. Машины заезжают сюда с трех сторон. Работа над созданием в этом районе пешеходной зоны уже ведется. Пока согласуют документы, сюда направили дежурить на ряд милиции. Дело за управляющей компанией. Дело в том, что данные мероприятия относятся к мероприятиям по благоустройству территории. А территории у нас сейчас в городе поделены между управляющими компаниями, между собственниками жилья, соответственно. В данном случае, я думаю, должна инициатива от самих людей решением, общим решением жителей дома. Вот оно есть, кстати. Вот у нас идет все руководное общее решение. Соответственно, ГИБДД как бы не возражает. Мы же будем следить за развитием событий. И помните, вы не одиноки. Звоните нам по телефону 515260. Мы не оставим без внимания ни один звонок. Давайте решать проблему вместе. Урок Конституции в Лицах прошел сегодня в 40-м Петрозаводском лицее. Чтобы ответить на волнующие старшеклассников вопросы, на занятия пришли карельские законодатели. Сегодня за круглым столом собрались не просто школьники и представители власти, а самый настоящий дискуссионный клуб. Вопросы к законодателям подготовил каждый без исключения. Например, нельзя ли как-нибудь без единого госэкзамена? Галина Разбивная объяснила, что повлиять на саму форму экзамена не получится и посоветовала относиться к нему как к данности. Однако методика, возможно, будет изменена. Когда вы сдаете, учитесь в этой школе, 11 лет, а сдаете экзамен в другой школе, получается, что в вашей школе не доверяют принять классный выпуск на экзамен. Или, например, вы сдаете ЕГЭ, а работу вашу проверяют в Москве, значит, карели не доверяют проверку ваших работ. Это все достаточно, мне кажется, сейчас смешно просто, честно говоря. За час школьники успели задать больше десятка вопросов и предложили несколько интересных идей. Возможно, некоторые из них когда-нибудь лягут в основу законов, говорит председатель собрания. Ну, самый интересный, наверное, вопрос – это возможность влиять на федеральное законодательство нашему региональному парламенту. Это очень интересный вопрос, это очень важный вопрос. Это говорит о том, что дети предусматривают возможность в целом влияния на законодательство с помощью субъектов Российской Федерации для того, чтобы законодательство российское лучше учитывало интересы регионов, влияло на жизнь в регионах, более позитивно. Депутаты были приятно удивлены тем, как увлечена сегодняшняя молодежь политикой. Несмотря на то, что общаться со школьниками депутатам приходится нечасто, разговор шел на равных. Все присутствующие заявили в один голос, что подобные уроки в лицах просто необходимы. Я считаю, что они нужны и должны приходить, как бы, и это своего рода такая интеграция, и это повышение уровня образования намного, это шаг вперед. Кого еще хотелось бы увидеть? Многих бы, конечно, личностей хотелось бы увидеть, разговаривать и задавать вопросы. Не всегда это возможно, конечно, потому что у них тоже свои дела есть. Депутаты оставили в подарок школьникам научно-практический комментарий Конституции, где все нормы истолкованы применительно к Карелии. Учащиеся, в свою очередь, поздравили законодателей с 15-летием Карельского парламента. Открытие прионерской администрации после того, как десятки кабинетов в ней были опечатаны, положительно не отразилось на работе чиновников. Очередная сессия Рессовета в мэрии прошла с множеством претензий к управленцам со стороны депутатов. Одни вопросы снимали с повестки дня, другие были просто не готовы. Его особо поздравляем, у него был юбилей. Он получил за жизнь две пятерки. С пятеркой за работу главу поселка Деревянка поздравили и из Республиканского комитета по вопросам развития местного самоуправления. Больше таких оценок здесь не раздавали. Более того, недоволитворительную работу прионерской администрации депутаты назвали еще в начале 25-й сессии. Ожидаемый всеми отчет главы за прошлый год оказался им не готов. Хотя в совете района его ждали до последнего, получая письменные заверения. Я объезжаю в район, все населенные пункты от больших до малых. Практически объезд закончен, осталось еще несколько населенных пунктов. Такой главный довод неготовности отчитаться вызвал шум в зале и, мягко говоря, удивление у представителей поселений прионерского района, которых не информировали о встрече с главой. Если вы ездите в район, если вы отчитываетесь перед ветеранами, значит, пришлите нам то, с чем вы отчитываетесь. Пусть это будет два листочка, пусть это будут голые цифры. Хотя бы то мы почитаем, о чем вы там говорите. Поднимите руку из депутатов, кто присутствовал хотя бы на одном отчете главы в поселениях. Депутатам ничего не оставалось, как согласиться с переносом отчета на следующий созыв на 23 апреля. Опять у нас детские сады, там, октябряцкий какой-то кружок. На этом отступление от повестки сессии и нарушение регламента не закончились. Второй важный пункт, не подготовленный чиновниками прионерской администрации, отчет о бюджете за прошлый год. Президент страны сейчас внес законопроект в Думу, и он, я думаю, что будет принят в ближайшее время, по которому главы могут быть отстранены от исполнения своих обязанностей за различные серьезные нарушения, за неисполнение своих обязанностей. Причем вот в этом законопроекте одно из оснований, серьезных оснований является непредоставление отчета. Пока же депутаты муниципального совета применить санкции к районной администрации не могут. Хотя неоднократно сегодня с таким предложением выступали. Сейчас они вправе лишь на словах высказать свои претензии. Между тем успокаивают себя грядущими выборами глав районов. Начинается сезон клещей, предупреждают медики. В республике 11 районов являются неблагополучными по клещевому энцефалиту. Это значит, что две трети населения рискуют заболеть. Первые укусы опасных насекомых случаются уже в апреле-марте. В прошлом году энцефалитом заразилось 47 человек, среди них пятеро детей. И по прогнозам специалистов, текущий год может стать еще более напряженным. Наши показатели по заболеваемости превышают среднероссийские. В прошлом году 6% обследованных клещей оказались зараженными. Необходимо отметить то, что никто из заболевших клещевым энцефалитом ранее не был привит против этой инфекции. А те, кто получал с экстренной профилактикой иммуноглобулин, заболели 5 человек. Да и стоит экстренная профилактика совсем не дешево. Человеку весом 70 килограммов придется заплатить за нее примерно 6 тысяч рублей. За счет государственных средств раньше иммуноглобулин могли получить дети до 14 лет, беременные женщины и инвалиды 1-2 групп. Теперь же рассчитывать на бесплатную помощь могут только дети до 10 лет и беременные женщины. Однако врачи предупреждают, панацеи на всех не хватит. Пока запас иммуноглобулина очень незначительный. Пока планируется приобретение дополнительного количества иммуноглобулина, но на сумму где-то в пределах 3 миллионов рублей. Сколько это будет в количестве, трудно сказать, потому что цены на иммуноглобулин выпить в сезон резко растут. Если мы сегодня имели эти 3 миллиона рублей, мы бы могли, предположим, закупить 10 тысяч доз, то в июне-июле это будет примерно 5 тысяч доз. Поэтому медики советуют прививаться. Тем более, что заблаговременная профилактика в разы дешевле экстренной. Стоимость отечественной вакцины варьируется от 200 до 500 рублей. В зависимости от того, где вы будете прививаться. В государственном учреждении или коммерческом. Каждый шестой ребенок в России страдает от аллергии. Как правильно кормить маленьких детей и как избавить их от мучащей в первые годы жизни аллергии на белок коровьего молока. Об этом на специализированной конференции говорили врачи-специалисты перинатальной медицины. На мероприятие пригласили известных в России аллергологов. В отношении перинатальной медицины год был удачным, говорят в Минздраве. В 2008 в Карелии родилось на 350 малышей больше, чем в 2007 году. А это серьезный прирост. Удалось снизить младенческую смертность. Однако актуальных вопросов в педиатрии сегодня хоть отбавляй. Несмотря на то, что специалистов и в стране, и в республике немало, лечение и профилактика аллергии к белкам коровьего молока невысоки. А меж тем от заболевания страдают 15% детей. Одной из позиций важнейшей было сохранить как можно долго грудное вскармливание. Как можно долго. Но при этом научить маму соблюдать разумную диету. Не значит, что ее надо посадить на черный хлеб и воду, как иногда родители говорят. Вовсе нет. Иногда так и делают. Да, и неправильно. Совершенно неправильно. Потому что питание должно быть полноценно. Другое дело, что следует убрать ряд пищевых продуктов, в частности продукты коровьего молока, если у ребенка уже есть кожный процесс. Если же маминого молока не хватает или его вообще нет, то, казалось бы, аллергии не избежать. Тогда нужно использовать профилактические гидролизные смеси и давать такое питание детям и подверженным аллергии, и здоровым, но с риском ее развития. Об этом карельские специалисты знают не понаслышке. Показатели состояния здоровья наших детей остаются на прежнем уровне. Вместе с тем мы отметили увеличение числа детей первой группы здоровья. То есть дети, которые не имеют отклонений в состоянии здоровья. Если в предыдущие годы он был на уровне 12%, то сейчас 18%. А для нашей республики это главное, чтобы у нас было больше здоровых детей. Конференции, которая проходила в туркомплексе «Карелия», приняли участие не только медики, но и представители известных фирм. Они, в свою очередь, рассказали о возможностях кормления грудничков новейшими смесями. В Карелии всенародно любимая актриса Елена Дропека о своих творческих планах. Она расскажет сразу после короткой рекламы. Не переключайтесь, мы продолжим через две минуты. Золотой Овен представляет 12 апреля. Гоголя-1. Экспо-центр. Международная выставка кошек. Магазин «Егерь». Шотмана 48А. Золотой Овен. Дарите любовь. К дню рождения магазина «Шанс» на «Красной 36». Весенняя распродажа. Идти вперед и добиваться успеха. Этой весной вместе с новой мужской коллекцией по ценам 2008 года. Аристократ. Прома. Рекламное агентство «Прома». Вы смотрите новости. Спасибо, что остались с нами. И последнее. В Карелии находится известная российская актриса Елена Дропека. Первый фильм о «Зоре здесь тихие» снятый режиссером Станиславом Ростоцким в Карелии. И первая роль в нем Лизы Бричкиной тогда, в 1972-м, принесли всенародную славу молодой актрисе Елене Дропека. С тех пор в нашей республике она бывает часто. Так, в 2002-м году, когда отмечалось 30-летие фильма «Зоре здесь тихие», вместе с другими актрисами, исполняющими главные роли Елена Григорьевна, вновь побывала в деревне Сергелах до Пряжинского района, где снимался фильм. Всего же Елена Дропека снялась еще в порядка 60 картин, в том числе «Вечный зов», «Одиноким предоставляется общежитие», «Крах инженера Гарина». Продолжает сниматься в фильмах и сериалах и сейчас. О своих новых работах она рассказала сегодня журналистам. Сейчас, пользуясь нашей с вами встречей, я вас приглашаю посмотреть два новых фильма, которые, я надеюсь, будут фильмами этого года. Фильм первый, который мы уже сняли, съемочный период окончен, он называется «Залезь на луну». Это фильм о детях, которые вышли из детского дома в большую жизнь. Родина-мать дала им ключ от комнаты, два мальчишки, и сказала «Идите и живите». И вот как они в этой сегодняшней ужасной жизни, как их обманывают, как они попадают в неприятности, про это фильм. А я играю социального работника, тетку ругачью, вредную, которая все время орет, но единственная, кто бросается на помощь им, когда они попадают в больницу, когда их забирают в милицию. Ругается, но спасает. Начался новый съемочный период, я мерила шляпы с перьями, парики, декольтированные платья, и чувствовала снова женщина и актриса. Потому что мне предложили в комедийном фильме роль мамы-олигарха, которая всю жизнь мечтала быть актрисой, и в результате она покупает себе театр, спектакль знаменитого режиссера. И при такой вот моей внешности и совершенно неподходящей внутренности она получает главную роль Раневской в пьесе «Вишневый сад» и играет эту роль. Вот как у нас это получилось, вы увидите в новой трагикомедии, которая будет называться «Наш Чехов» с иностранными буквами. Придумала себе потрясающую сцену, как я еду не на белом лимузине, который прописал мне Адебашьян, а на мощном мотоцикле. Для этого нашла байкеров, и ребята-байкеры сказали, мы вам поможем, у вас будет супер, значит, этот мотоцикл и 40 байкеров сзади. Вот я придумала такие себе сцены. Ну, это вот мои развлечения. И это все новости на сегодня. Посмотреть их можно и в интернете по адресу nikadefizmedia.ru. Добро пожаловать на наш сайт. Спасибо, что вы с нами и увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Только точная диагностика и профессиональное лечение сделают вас здоровыми и счастливыми. Новая производственная линия кровельного центра «Петрокомплект» позволяет увеличить объемы производства различных видов высококачественного профиля для гипсокартона. Изготовление по вашим размерам в любом количестве и доставка до места. «Петрокомплект» – это гарантия качества. «Петрокомплект» – это надежно. Субтитры создавал DimaTorzok 4 апреля «Педагогический колледж». Мегафон объявляет футбол. Цветы – это солнечный праздник. Мы дарим его любимым цветы. Это мир ярких красок волшебный. Неповторимый. Цветы на Ленинградской. Дарите праздник любимым. Открой дверь в профессию, выбери свое место учебы. Приди на выставку «Молодежь, образование и карьера 2009» 3 апреля с 12 до 18 и 4 апреля с 11 до 17 часов во Дворец творчества «Детей и юношества» на Красной 8. Рекламное агентство «Прома». Открытая дверь для открытых людей. Мне так кажется, что если между врачом и больным встал рубль, там в большинстве случаев кончается нравственность. Это мое мнение. Наши современники. Их идеи и поступки. 3 апреля. Пятница, 19.00. Проблемы нашего города копились годами. Чтобы добиться изменений к лучшему, нам нужно объединиться и вместе защитить свои права. Если ваши проблемы не решаются месяцами, годами, если вы не можете достучаться до тех, кто обязан вам помочь, обращайтесь к нам. Программа «Дежурный по городу» будет работать по каждой жалобе, каждому вашему звонку. Телефон горячей линии 515260. Смотрите нас каждый вторник и четверг в 19.30. В новостях телеканала «Ника плюс». Кое-кому все это сильно не понравится. Фирма «Теплый дом Петрозаводск» предлагает Натуральный паркет, продажа и профессиональная укладка. Пробковое покрытие, натуральный материал для пола и стен. Большой выбор ламината. Декоративный камень для украшения интерьеров и облицовки фасадов. Система вентиляции и кондиционирования для жилых и промышленных помещений. Улица Антиканина, 4. Читайте в новом Петрозаводске на этой неделе. Какая погода будет весной и летом? Бизнес разрушает город. Кому мешает сквер возле универмага «Карелия Маркет»? Существует ли любовь с первого взгляда? Реальные истории и мнения специалистов. Газета «Петрозаводск». Разные лица твоего города. Продажа и качественный монтаж пластиковых окон. Гарантия очень низкой цены. Компания «Магия окон». Телефон 63-20-95. Промо. Рекламное агентство Промо. Прогноз погоды представляет строительный гипермаркет «Коди». Я знаю, как сделать дом красивым и уютным. И мама знает. И, конечно же, папа. Он знает, где можно купить все для нашего дома. Мы вместе строим свой дом. Строительный гипермаркет «Коди». По прогнозу Карельского гидрометцентра 3 апреля в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром снег, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем северо-восточный, северный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6-8, днем минус 2-4 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова